Здарова, односельчане! Вы на канале Сельский Теквир и сегодня я решил вот так вот по домашнему, по ламповому, так сказать, сесть, переместиться со стула на пол. Сегодня посмотрим один очень интересный айтем. Я понимаю, что обещал куртку в коллаборации Nike и Acronym, но дело в том, что сегодня она мне еще не пришла, придет только завтра, поэтому видео выйдет на следующей неделе. Хотя вот уже она больше 12 дней тупо лежит на таможне. Ну, наконец-то, завтра должны привезти. И сегодня смотрим вот такой вот айтем. Это рюкзак. Как ни удивительно, коллаборации Eleven by BBS и бренда, который выпускает рюкзаки, в общем, посмотрим довольно-таки детально. Но дело в том, что это уже не первый мой такой рюкзак. У меня был точно такой же. Полностью он погиб за год, но как вы успели прочитать в названии ролика, есть один нюанс. И про этот нюанс я вам сейчас расскажу. Поехали смотреть, но сначала подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий и, собственно, переходим к сегодняшнему девайсу. Итак, давайте смотреть детально. Вот пришла мне такая посылочка. Покупал данный рюкзачок на eBay, уже вскрыл, чтобы посмотреть, он пришел или не он. Ну, собственно, оказалось, что он. Давайте же смотреть детально. Почему покупал на eBay? Потому что ритейл на них порядка 40-45-48 тысяч, в зависимости от цвета. Но они бывают с дикими скидками. Их, бывает, перепродают намного дешевле, чем, собственно, они есть на ритейле. То есть вот этот рюкзак достался мне за 15 тысяч рублей вместе с доставкой, потому что изначально продавец на eBay выставлял его за 18 тысяч, но там бывает такая тема, что иногда продавцы, если быстро что-то хотят толкнуть, подают такое объявление. И всем, у кого в закладках вот этот айтем лежит, приходит предложение о скидке какой-то там временной, действует она 3 дня. Я решил, что, ну, за 15 грех и не взять. Значит, смотрим, что у нас здесь. Коллаборация Eleven by Борис Бирджан Сабери и Ортлайп. Waterproof уже прямо здесь написано, хотя об этом хотелось бы поговорить позже. Сделаем с вами, конечно же, тест. Ну, кто такой Борис Бирджан Сабери, я уже рассказывал на своем канале. Здесь, собственно, вся информация. Сезон осень-зима 21, Velocity 2 это название модели и 11XO это, собственно, бренды, которые здесь коллаборируют. Что меня во всем этом рюкзаке удивляет, это то, что есть просто рюкзаки, также от бренда Ортлип, без коллаборации с Борис Бирджан Сабери. Выглядят они совсем неудачно, ну, в моем понимании, ну, просто они выглядят обычно, наверное, подходят идеально, чтобы кататься на велосипедах и не заморачиваться их внешним видом. Возможно, да. Возможно, функционал позволяет. Но, тем не менее, хотелось бы чего-то интереснее, но разница в цене удивляет. То есть, те рюкзаки можно даже в России купить за 7-9 тысяч рублей, а в коллаборации он стоит 40. Да, понятно, что вот это ручное окрашивание, да, понятно, вот эти подтеки интересные цвета. Собственно, стоит ли того? Ну, дело вкуса. 40 тысяч, в моем понимании, однозначно не стоит, но за 15 можно и взять. Здесь у нас сбоку тоже логотип нанесен. Очень красиво все, очень стильно. И, конечно, первое, за что я выбрал этот рюкзак, это за внешний вид. Функционал тоже неплохой. Давайте к нему и перейдем. Собственно, как у нас расстегивается этот рюкзак? Это, в принципе, можно сказать, вещь-мешок скорее, чем рюкзак, потому что немного по-другому все работает. На такой залипе, видите, вот так вот раскатывается верхняя часть рюкзака. И вот это вот нам обещают абсолютный waterproof. Ну, мы, конечно же, протестим. Внутри у нас один большой карман под всякие ништяки, под всякую всячину непосредственно. Но меня подкупило то, что есть еще и небольшой карман, вот такой встроенный. Никогда я еще не снимал обзоры на рюкзаки, и это, оказывается, не так просто, как я думал. Смотрите, здесь вот это все дело отстегивается. Огромный такой пластиковый щит во всю спину, который позволяет сделать очень важную вещь. Допустим, если вам в рюкзаке надо носить какие-то бумаги, то это просто незаменимая штука, потому что вот в этом отсеке вы можете не только ноут носить, допустим, условно, тонкий какой-то, но и бумаги. И можете быть уверены, что за счет вот этой спинки они никаким образом не помнутся. Это очень хорошее решение. Давайте мы, собственно, всю вот эту штуку отстегнем. Я ее полностью выну и вам покажу. А вынимается она довольно-таки легко. Видите, вот здесь вот у нас три клепки сверху расположены, а здесь натянута такая, ну как, резинка, резинка с лого 11 by BBS. Во-первых, вы при помощи этой резинки что-то здесь сможете фиксировать, чтобы оно туда в полость основного рюкзака не выпадало. Во-вторых, она держит вот сам вот этот вот контейнер. То есть, смотрите, здесь у нас можно хранить бумаги, можно хранить ноут. Ну, еще один кармашек, но он неглубокий под всякую всячину. Еще один кармашек, он расстегивается, тоже неглубокий. То есть, всякие ручки, может, канцелярские принадлежности. И здесь что-то, ну не знаю, высокое, чтобы оно не выпадало, если вдруг надо, мне, например, надо. Поэтому я использую. Внутри больше чего интересного нет. Собственно, все. Но конструкция довольно надежная. Давайте перейдем к крепежным элементам. Сразу скажу, год относил. Никаких проблем нет, ничего не развалилось, не отвалилось. Хотя мне казалось, вот изначально, что вот это вот все прошито довольно не очень-то надежно. Да, посмотрите, то есть, что здесь? Лямки пришиты просто на нитки. Шов-то вроде неплохой. Вроде нигде особо, ну хотя вот здесь что-то ниточки торчат. Но в целом никаких проблем здесь, как ни странно, не было. А вот здесь уже на болтах прикреплено. Причем вот к этой вот части, вот сюда, то есть, сквозь вот это все к этому пластику закреплено. И, соответственно, пластик к пластику, ну, довольно все хорошо держится. Так, здесь у нас два фиксатора. Один в районе груди защелкивается, вот этот вот. Второй в районе живота. Ну, и можно пользоваться, можно и не пользоваться. Просто каждый раз его довольно сильно запаривает. Застегивает, плюс он не очень-то красиво смотрится, как мне кажется. Поэтому я иногда оставляю его застегнутым, просто вообще не пользуюсь. Здесь такие дополнительные клипсы для того, чтобы излишки ремня держать. То есть, вы можете вот так вот его упаковать сюда без проблем. И вот этой клипсой, видите, фиксировать, чтобы он у вас по земле нигде не болтался, никуда ничего не отпадало. Здесь под карабины места. То есть, сюда можно что-то зацепить на карабине вполне себе. Регулировка тоже очень простая. Вот, собственно, как и на всех рюкзаках. Ну, не знаю, что тут особо рассказывать. Здесь тоже такая же регулировка. Это все под любой размер, конечно, регулируется. Ну, вот это вот тоже неплохая тема. Это что-то, знаете, похоже на туристический коврик. Очень мягкое, к спине. Особенно, когда ты не на куртку, на футболку его просто носишь. Тогда это очень сильно все заметно. Тогда это очень сильно все заметно. И действительно приятно, действительно не напрягает. Самое главное, чего надо достичь в рюкзаках, как мне кажется, это грамотного распределения веса. Чтобы не давило сильно, допустим, на плечи, а вес распределялся по всей спине. Здесь с этим совершенно точно проблем нет. Ну, как на мой вкус, фурнитура вся сделана супер качественно. Посмотрите, вот все вот эти элементы. То есть, именно пластик к пластику прикручен сквозь вот этот рюкзак. Плюс, это все еще дело водонепроницаемое. Что касается аналогов, наверное, многие скажут, что вот Orbit Gear тема. Да, мне тоже нравится, но визуально не так нравится, как этот. Но это дело вкуса, безусловно. Но Orbit Gear, наверное, он все-таки потехничнее, потехнологичнее. Плюс, есть возможность добавлять всякие разные модули. Возможно, когда-нибудь возьму себе и его. Но чисто с точки зрения визуальной, мне нравится вот этот, например, рюкзак намного больше. Хотя понятно, что вот весь функционал здесь в этой штуке спрятан. И он не такой большой, как возможен у Orbit Gear. Хотя все мои задачи, еще раз повторюсь, этот рюкзак выполняет. Фурнитура, кстати, такое чувство, что безымянная. Здесь логотипы резиновые, прорезиновые Eleven by BBS. Но сама фурнитура никак не обозначена. На ней никаких значков и логотипов нет. Хотя, возможно, есть вот там вот под резинкой. Но, естественно, я ее снимать ради этого дела не буду. Ну, зачем портить? А теперь переходим к самой интересной части обзора. И поговорим о минусах этого рюкзака. Потому что, как вы поняли из начала, у меня такой рюкзак был. И, собственно, есть. И посмотрите, во что он превратился за год. Но есть, так сказать, один нюанс. То есть я прекрасно понимаю, почему это произошло. И понимаю, что очень мало у кого все это вообще может произойти. Но, собственно, давайте расскажу, что же случилось. В общем, смотрите. Слабое место у этого рюкзака, оно действительно есть. И это вот этот вот нижний шов. То есть сейчас покажу, как на новом он выглядит. Вот этот вот шов, да, где примыкает вот эта часть, вот эта вот. Видите? То есть это один материал, а это какой-то более такой тканевый материал. Это какой-то более прорезиненный. И вот они примыкают, вот она по периметру, по всему. И она, я всегда думал, что приклеена. Конечно, никакого нитевого шова, тканевого шова там нет. Я думал, что она приклеена, но оказалось, что все не так-то просто. Короче говоря, по специфике своей работы мне несколько раз приходилось носить... Ну, я думаю, сейчас вы поймете, да, в чем дело здесь. Смотрите, видите, вот эти вот следы. Это все появилось в один день буквально. Приходилось носить кислоту для, так скажем, промывки кофемашин. И однажды баночка у меня в этот рюкзак раскрылась. Протекла. Я сначала подумал, что просто протекла и все. Но дело в том, что она не просто протекла, а через несколько дней просто развалился весь этот шов. Он расклеился по всему периметру. То есть сейчас, вы видите, он просто прошит здесь. Но это было такое временное решение, чтобы не покупать новый рюкзак. Хотя пришлось в итоге все-таки покупать. А здесь, видите, вот это вот соединение. Я думал, что оно клеевое. Но, опять же, по специфике своей работы, какие только клеи не попробовал. И дихлоретан, и всякие пластиковые клеи. И момент, и что еще? Двукомпонентные клеи. Короче, ни один из них это дело не склеивает. Потому что, скорее всего, это термометодом каким-то приклеено. То есть именно термометодом нагревают, склеивают и все. Ну и, собственно, видите, в какое состояние он превратился. То есть разлилась кислота, попала между вот этими слоями. Кстати, очень удобно, да, что нам можно теперь посмотреть. Смотрите, внутри там ткань. Вот эта прорезиненность, она есть только снаружи. И она как раз таким приклеивается тоже сюда. И вот, видите, пошла щель между слоями. И он начал потихоньку-потихоньку деградировать. Все сильнее и сильнее. Видите? Ну и, конечно, состояние у него стало, мягко говоря, ужасное. Вот. Это однозначно слабое место. Но я уверен, что если бы туда не разлилась кислота, ничего бы с этим рюкзаком не произошло. Посмотрите, след вот здесь остался даже. То есть она, это не грязь, как вы могли бы подумать. Это именно кислота. И она именно изменила цвет ткани. Понимаете, насколько она жесткая? Вот такое вот интересное дело, конечно. Ну что ж, все ошибки я учел. Больше я такого делать не буду. Вот это единственное слабое место, которое есть. И еще, знаете, что бы я сказал? Что вот сюда, вот сюда, в нижнюю часть, какие-то очень тяжелые вещи класть не стоит. Так, чтобы они как раз давили на вот этот шов. То есть если вам надо положить что-то тяжелое, то положите его вот сюда. Зафиксируйте вот этим ремнем. И все у вас будет замечательно. Я вот более чем уверен в этом. Ну, собственно, видите, мой рюкзак мне ошибок не простил. Пришлось, конечно же, менять. Вот такой вот интересный опыт. Так, собственно, здесь мы собрались для waterproof теста. Это очень важно, безусловно, потому что, ну, представляете себе, что такое, когда ты идешь по улице. Я, например, очень люблю ходить, просто пешочком. Идет дождь, и он попадает в твой рюкзак. И потом высушить рюкзак невозможно. Его, как правило, надо постирать, чтобы из него ничего не воняло. Там вот никаких этих не было. Ну, вы поняли, вот этих вот отсыревающих вещей. Поэтому, хорошо, когда он waterproof, давайте потестим этот. Самым простым способом. Врубаю водичку. И... Ну, эта сторона у нас вопросов не вызывает, что она прорезинена. Что ему будет, казалось бы, да? Здесь, как видим, под такой струей он намокает. Но... Нам же интересно, чтобы он не промокал, а он не промокает. То есть, внутри он абсолютно сухой. То есть, чтобы вы понимали... Сейчас я вот выключу, чтобы получше слышно было. Чтобы вы понимали, вот здесь он тоже дополнительно прорезинен. И если он здесь снаружи намокает, то есть, внутри он остается совершенно сухой. Внутри вот это покрытие, оно все полностью... Вот здесь резина, здесь прорезиненная, здесь тоже резина, и здесь прорезиненная. То есть, да, он визуально намокает, но внутри совершенно сухо. Давайте, не знаю, еще попробуем вот такой вот ракурс какой-то сделать. Чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот видите, сейчас я лил на бок, вся вода, она снаружи. То есть, видно, что снаружи он уже сильно такой намокший. Но внутри абсолютная сухость у нас. Слушайте, сейчас пока собирался на улицу, чтобы подснимать кадры, вспомнил две вещи, которые действительно меня смущают. Здесь все-таки есть еще минусы. Во-первых, вот эти вот лямки, естественно, намокают и промокают, но это не так страшно, потому что, если вы какой-то гортекс носите, нет никакой проблемы. И меня смущает, например, что здесь спереди нет нигде кармана переднего. То есть, да, есть карабины, можно носить на них, но мне очень нравится носить какой-то маленький карманчик спереди, поэтому я просто себе приделываю вот такую вот микросумочку от Y3 со всякими мелочами. И вот сюда просто ее вешаю, и как бы нету никаких проблем. Таким образом, эта проблема решается, но когда, извините, покупаете рюкзак за 40 тысяч, наверное, это должно быть предусмотрено. Время подводить какие-то итоги, как и всегда. Собственно, что я хочу сказать? Почему мой выбор пал, опять же, именно на этот рюкзак? Мне он очень нравится. Недаром я купил второй. Естественно, больше совершать ошибок эксплуатационных, которые совершил до этого, я не буду. Как ни странно, несмотря на все огрехи предыдущего, рюкзак довольно-таки качественный. И самое главное, что внешний вид. Внешний вид у него очень интересный. Он абсолютно точно отличается от всего другого, что есть на рынке. И самое главное здесь для меня, помимо внешнего вида, это то, что он, безусловно, чертовски удобен. То есть, спина действительно с ним устает меньше. Все вот эти технологии, они здесь применяются. И действительно, даже довольно тяжелые грузы переносить с ним практически не ощущается. Да, как мы выяснили, есть слабые места. Как мы выяснили, есть вещи, которые в нем лучше не переносить. Ну что ж, не буду переносить. И тем не менее. Огромное количество цветов также существует. Мой выбор, я уже говорил. Серый. Почему серый? Потому что очень много с чем можно сочетать практически со всем. Да, они там бывают, конечно, и розовые, и черные. Казалось бы, черный должен быть универсальный, но, например, у меня есть какие-то яркие цветастые куртки, и серый с ними смотрится намного лучше. Хотя изначально, изначально, когда я первый раз приобретал вот этот рюкзак, остановился на сером только потому, что он был с очень большой скидкой, остальные стоили порядка 40 тысяч, а тот стоил 18. Я решил, ну ладно, возьму, попробую. Может быть, не совсем смогу носить, но тем не менее. Вот и все на сегодня. Пишите, что вы думаете по поводу этого рюкзака, что вообще из такого стаффа используете, может быть, какие-то сумки интересные, может быть, рюкзаки. Так что будет интересно почитать. И ждем куртку от Акроним, буквально через недельку выйдет. Всем пока.